Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, снова обращаем наше внимание на площадки и на то, что произошло на них за последние торговые сутки. Как вы прекрасно могли заметить, на рынке появился форс-мажор, который, к сожалению, сломал многие наши катасочные инвестиционные идеи и пока оставляет желать лучшего, в плане того, нам придется снова ждать, пока о рисках уступит позиции своему основному конкуренту доллара. Доллар оправится и снова начнет набирать высоту. Поэтому сегодня мы начинаем брифинг уже не с силой духа, как в одновременной песне Ленинграда, как у Винни-Пуха, все-таки с настроением чуть похоже. И если бы не фунт у нас, и если бы не нефть, которые по-прежнему корректируются, ну, в частности, на фунт мы делали ставку косрочного роста, поскольку пришли к выводу, что локально можно использовать и фундаментальную поддержку, которую он получает. Ну и сейчас, хотя давайте все-таки вернемся к фунту, когда мы будем говорить непосредственно об этом активе. У нас есть наш привычный классический традиционный сценарий. И начинаем мы, как и всегда, с той динамики, которую показывает рынок энергоресурсов, в частности, черное золото. Бренд Клосс вчерашнего дня 47.35, сейчас актив торгуется на уровне 47.33. В целом, понижательное давление на этот товарный инструмент сохраняется. Это хорошо. Это явно говорит о том, что рынок сомневается в том, что на предстоящей встрече в Алжире, которая состоится в конце сентября, нефтедобывающие стороны смогут выработать согласованную политику по стабилизации цен на энергоресурсы и восстановлению баланса спроса и предложений. Надежды потепоньку тают. И, может быть, даже это также базируется на тех комментариев, которые мы услышали буквально в начале этой недели, как со стороны представителей России, так и со стороны Саудовской Аравии. Но для нас больше значения, конечно же, играет Саудовская Аравия, которая занимает лидирующую позицию по производству нефти. Мы понимаем, что такой авторитетный член ОПЕК будет, возможно, лоббировать через повестку обсуждения те или иные, скажем, договоренности, которые могут возникнуть в ходе вот этой неформальной встречи, которая состоится в конце сентября. Напомню, что мы буквально сутки назад видели, точнее два дня назад, в начале недели, повышенное ралли по бренду, которое было основано на предположениях, что Саудовская Аравия готовит какую-то информационную бомбу, в ходе, опять же, которая могла быть озвучена на форуме Китая. Но, в принципе, когда рынок услышит то, что хотела сказать Саудовская Аравия, были сплошные разочарования, потому что какие-то меры, согласованные, могут быть предприниматели совместно с Россией. Но на текущий момент эти меры подразумевают не заморозку производства, не сокращение добычи, а создание просто рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом ситуации, вкладывающейся на рынки на ресурс. В общем, ерунда, ничего. Поэтому рынок сейчас, следя за торговыми сессиями, листая, собственно, дни календаря, сейчас у нас уже 7 сентября, мы приближаемся к этому событию, к встрече в Алжире, которая будет приурочена к 15-му Международному энергетическому форуму. И все-таки скепсиса уже все больше и больше, даже несмотря на то, что в этот раз в переговорах будет принимать участие и Иран. Но вы помните, что участие в переговорах – это еще не принятие каких-либо судьбоносных решений. Поскольку Иран уже до этого нам ясно дал понять, что для них является превалирующей, главенствующей темой увеличения добычи до прежних досанкционных уровней, мы знаем то, что Иран всячески будет противиться каким-либо договоренностям. Саудовская Аравия, собственно, также, если сослаться, опять же, на комментарии Аль-Фалиха, который является министром энергетики этого ближневосточного государства, текущие цены на нефть не создают условия и не провоцируют рынок на необходимость принятия мер, которые предполагают заморозку добычи. И, скорее всего, производство будет не просто продолжено, а может даже достигнуть новых исторических максимумов. Такая же позиция, похоже, была назвучена со стороны России и что-то нечто подобное у нас сохраняется и в рамках Ирана. Поэтому у нас ведущие игроки, которые едут на эту встречу, но с четким пониманием того, что не нужно поддерживать те предложения, которые будут направлены на ограничение добычи и заморозку производства. Поэтому мы уверены, быстро преодолеем это событие, то есть закроем вот эти фундаментальные ожидания все-таки статистикой, фактами. И эти факты и статистики указывают на то, что актив остается одним из основных ауссайдеров. Из как раз актуальных цифр сегодня у нас запасы нефти в США по версии АПИ. Вы помните, что из-за дня труда статистика поехала ровно на сутки, сегодня в 23.30. Если вспомнить отчеты прошлых недель, то есть основания полагать, что восстановительный тренд и тренд роста запасов может продолжиться. Ну и рынок в последнее время очень активно реагирует на эту статистику через разгрузку актива. Поэтому если мы сегодня получаем снова цифры, указывающие на увеличение запасов, будем готовиться к тому, что в Министерстве энергетики будут сопоставимы цифры. И мы будем продолжать делать ставку на коррекцию бренда. Наша ближайшая цель все-таки закрепление ниже 47 долларов за баррель с потенциалом ухода в район поддержки 45. Российская валюта 64,44. Сейчас мы видим то, что от сопротивления пара 65 отошла. Конечно же, это может быть связано с резким ослаблением американца, которое мы видели в ходе вчерашней торговой сессии. Еще с недостаточно четкой определенностью по поводу дальнейшей динамики нефти. Но каких-то судьбоносных и основополагающих сейчас факторов и причин искать не нужно. Рубль продолжает консолидироваться, может быть, для какого-то инструмента в не совсем узком диапазоне. Но для рубля это привычный такой запас хода, рубль полтора, и мы болтаемся вот уже буквально с начала года, примерно в сопоставимых уровнях. Что касается потенциала укрепления, как я говорил, сейчас вообще об этом говорить не стоит, ну разве что, если только Brent умудрится оказаться выше 50 долларов за баррель. А вот что касается девальвации, это как раз самая основная цель. Мы ждем то, что консолидация продолжится рядом с 65, вплоть до выборов в Государственную Думу. И после этого, уже с сентября, мы будем готовы поставить на более выраженное ослабление курса российского валютного актива против своих основных конкурентов. Но я думаю, что уже к этому моменту мы будем по паре USD-RUB котироваться выше 66. Ну и теперь к нашим привычным рисковым инструментам классики рынка Форекс, евро против доллара. Сейчас актуальные котировки у нас на отметке 1.1253. По сути, мы видели, как евро до выхода отчета по АСМ в сферу услуг США консолидировалось рядом с уровнем 1.1150. И вот после статистики, которая оказалась тотальной провальной для доллара, риск получил серьезную поддержку и, в частности, евро прибавило фактически фигуру. 1.1253. Мы видим то, что сейчас евро на азиатской сессии зажат в узком диапазоне. И это может быть связано опять же с тем, что участники рынка прекрасно понимают, что сейчас не совсем тривиальное время для тренинга. Если бы на повестке не было заседания Европейского Центрального Банка, может быть, из-за этого восходящего движения можно было бы выжать еще какие-то дополнительные соки и прокатиться до отметки 1.13, может быть, даже еще выше. Но и в третьей ЦБ сутки остается до этого заседания. Мы понимаем то, что в ходе очередной встречи, пересмотра параметров денежно-каритной политики и выступления, конечно же, руководителя ЦБ Марио Драги могут быть анонсированы новые экономические стимулы, которые для валюты, которая стоит за регионом регулятора, который как раз и запускает новые экономические стимулы, это негативный фактор. Поэтому европейская валюта сейчас остается в порядке ожиданий, конечно же, переоцененным инструментом. А поскольку мы с вами до этого очень много времени уделяли регулярной статистике, макроэкономическим отсчетом, мы понимаем то, что с точки зрения тех цифр, которые мы видели, конечно же, Европейский Центральный Банк должен становиться уже более активным, проактивным регионом, к примеру, как Банк Англии. И не допуская еще большего расползания системных рисков, начать принимать дополнительные меры, которые, если и принесут плоды, ну, наверное, принесут, конечно же, не сразу. Но то, что эти меры сейчас необходимы, я думаю, что совершенно очевидно. Об этом свидетельствуют и данные по индексам активности в деловой среде производства, сферу услуг, об этом свидетельствуют показатели ООП, в частности, если далеко не отходить от статистики, вчера у нас вышли данные по производственному сектору в Германии. Здесь мы видим замедление темпов роста этого показателя, 0,2% против прогноза 0,5%. Также вышел отчет по ВВП 0,3% в квартальном выражении прирост и 1,6% в годовом. То есть, также скромные цифры. И оборачиваясь, опять же, на прошлый слабый фундамент, можно предположить то, что третий квартал будет ослабеть. То есть, еврозона явно утратила экономический импульс и причин, на самом деле, много. Это слабый экспорт, это слабый внутренний спрос, низкая потребительская активность и все тот же риск, который имеет место быть по праву в связи с выходом Англии из состава Европейского Союза. И с этим как раз фоном мы с вами подходим к завтрашнему заседанию Европейского Центрального Банка. Напоминаю то, что по версии части экспертов, есть основания полагать, что программу количественного смягчения продлят за март 2017 года. Кто-то считает то, что, возможно, ЕЦБ уже сейчас способен анонсировать и расширение емкости программы QE, то есть, если брать по лимитам до конца, опять же, действия программы за пределы одного с небольшим триллионом евро. Это, конечно же, серьезная нагрузка на баланс Европейского Центрального Банка и такое изменение в вектор монетарной политике, оно, конечно же, провоцирует и должно, по идее, провоцировать ослабление главного валютного риска, но, опять же, валюта, которая стоит за этим регионом. Поэтому по европейской валюте у нас системные риски среднего долгосрочного ослабления остаются. Вы помните, я вас призывал к тому, чтобы торговать на понижение этим активом только после пробоя поддержки 1.11. Хорошо, что мы не вступали в игру раньше, поскольку как раз этот уровень держится и, наверное, еще раз доказывает то, что только после тестирования этой поддержки можно будет вступать в игру в плане трейдинга и дальнейших распродаж главного валютного риска. Но тот факт, что мы очень высоко сейчас забрались по евро-доллару, позволяет мне сориентировать вас, может быть, на более приближенные значения, чтобы потенциально поймать больший профит, если мы все-таки дождемся в четверг то, что хотим услышать, хотя бы вербальных намеков на новые экономические стимулы. И в качестве этого уровня можно уже руководствоваться значением 1.12.10. Вот после пробоя этого рубежа можно смело ставить возможности еще больше коррекции с возвращением пары евро-доллар к нашей поддержке долгосрочной, или лучше сказать среднесрочной. Долгосрочной у нас гораздо ниже уровня. Среднесрочной это 1.10. Фунт, против американца, сейчас торгуется на уровне 1.34.17. Вы знаете, я думаю, что, наверное, с ростом фунта уже достаточно. Уже пара, который раз пытается пробиться выше сопротивления, которое держится чуть выше этого рубежа, пока фунту сил явно не хватает. Хотя вчерашняя торговая сессия, так же, как и для всех рисковых инструментов, для британца была весьма результативной. И поддержку, прежде всего, фунту продолжает оказывать национальный фундамент. Мы о нем также очень много говорили. Индексы деловой активности, ручные продажи, рынок труда. Сейчас еще в игру вмешался и слабый доллар, который придал фунту еще большее ускорение. В частности, говоря про сегодняшнюю торговую сессию, как раз на фунт также стоит обратить внимание, поскольку сегодня в 11.30 по московскому времени выйдут данные по промышленному производству Англии. Конечно же, если мы уже с вами говорили о серьезном приросте по индексам деловой активности еврозоны, точнее, Англии, смело можно говорить о том, что и промышленное производство должно прибавить. И, по идее, это еще одна причина продолжения дальнейшего ралли, может быть, даже с возможностью ухода пары фунт-доллар выше отметки 1.3450. Если фунт сегодня также динамично отреагирует на статистику, как и раньше, то такой сценарий будет вполне реалистичен. Но, на мой взгляд, сейчас мы можем уже искать как раз те самые значения и уровни, которые позволят распродавать фунта против доллара. И в качестве такого значения я могу предложить вам рубеж 1.3380. Вот если мы окажемся ниже, я думаю, что сможем снизиться и, соответственно, еще глубже и снова приблизиться к нашей уже среднесрочной поддержке, которая находится на отметке 1.30. Но прежде мы должны получить все-таки сигнал еще, может быть, непотерянных шансов со стороны доллара на то, чтобы доказать рынку присутствующие все-таки еще лидерские позиции и амбиции, хотя за последний торговый день я в этом уже очень сильно усомнился. Ну и ждем, что трейдеры оступятся непосредственно и в рамках самого британца, осознать то, что впереди у нас заседание Банка Англии и по-прежнему актуальные разговоры о том, а не будет ли британский регулятор снова смягчать экономическую политику. Дальше доллар японская иена 101.44. Здесь ослабление просто катастрофическое. Мы улетели, по сути, с уровня 104. Это значение так и не пало. И сейчас доллар продолжает находиться под давлением спекуляций, неопределенности по срокам повышения процентной ставки и такой же неопределенности в контексте действий со стороны Банка Японии. Вчера вышел отчет по ISM, который анализирует сектор услуг, статистика указала на спад с уровня 55.5 до 51.4. То, что показатель снизился, да, это объективно действительно так. Но не нужно еще забывать то, что индекс продолжает находиться выше 50. Как раз если он выше 50, значит, это значит, простите за татологию, что сектор все еще восстанавливается, потому что именно 50 это рубеж, который отделяет спад от восстановления. Но трейдеры тут же начали рассуждать о том, что сферу услуг просела. На прошлой неделе у нас ISM по производственному сектору также оказался хуже. И вот в целом складывается картина, указывающая на то, что будущий квартальный прирост и показатель ИВП будет еще хуже, чем в первом и втором квартале. То есть лишая ФРС еще одного шанса и поддержки той идеи, которая будет флоббировать как раз ужесточение и нормализации денежно-кредитной политики. Но в любом случае не нужно забывать еще про позицию непосредственно лидеров мнения. В данном случае, говоря про ФРС, это Джанет Хейлин, ее заместитель Стэнни Фишера, ряда высокопоставленных голосующих членов ФРС, которые уже отметили готовность того, чтобы все-таки отдать свой голос за повышение процентной ставки. Может быть, этот ISM-отчет также повлияет на них, как и для, как и на всех участников рынка, которые торговали вчера парой доллара и японской иены, нашли основания для активной разгрузки. Я не знаю, но мы будем следить за этим новостным фоном. Хочу отметить то, что если пара USD иена в ближайшую торговую сессию найдет основания, точнее японская иена найдет основания для того, чтобы продавить доллар ниже 101, а доллар не найдет повода, чтобы закрепить свои позиции выше текущих значений и приблизиться снова хотя бы в район 102, мы будем, скорее всего, делать ставку на то, что USD иена будет снижаться. Поэтому у нас ближайший уровень своего рода такой символичный психологический катапульта наших длинных идей – это значение 101. Если мы пробиваем этот рубеж, тогда с большой долей вероятности сможем оказаться даже еще ниже поддержки косток, потому что на Банк Японии мы надеяться сейчас не можем. Очень много говорили они о валютных интервенциях, о новых экономических стимулах. Да, мы понимаем то, что впереди у нас и заседание Банка Японии ближе к концу сентября, но пока до этого события еще нужно дожить. А вот доллар видим, как активно пользуется слабостью национального фундамента и, собственно, очень быстро теряет ценовые позиции. Также еще хотел отметить сегодня про канадскую валюту, поговорить с вами в частности, поскольку на повестке сегодняшнего торгового дня у нас заседание Банка Канады, где будет пересматриваться процентная ставка. На текущий момент она находится на уровне 0,5%. Буквально несколько дней назад мы с вами говорили про перспективы канадца и действия, которые могут быть предприняты со стороны канадского регулятора. Обращали внимание на слабость рынка труда, на слабость промышленного сектора, на то, что канадская экономика несет потери практически не меньше, чем российская экономика, поскольку нефть также является одним из основных экспортных сырьевых товаров, а нефть в целом позиционно снижается. Мы говорили про проблемы с торговым балансом, но я предлагал вам еще дождаться актуального отчета по рынку труда, который на повестке этой недели выйдет в пятницу. В идеале вы увидите и проследите за позиции канадского регулятора уже после этого релиза. Но поскольку у нас сегодня это событие, я все-таки предлагаю поспекулировать на слабости канадского доллара и, наверное, на том факте, что в ходе сопроводительного заявления Банк Канады будет говорить по-прежнему про низкие значения инфляции, в которых приходится жить, собственно, этому центральному банку. И если действительно эти риски будут обозначены, тогда даже невзирая на отсутствие каких-либо изменений процентной ставки, у канадского доллара будут основания для слабости. Сейчас актуальные котировки 1.2839, но я думаю, что мы сможем закрыть сегодняшний день выше сопротивления 1.2939. Если еще и нет, нам поспособствуют подобные динамики, тогда, может быть, этот восходящий импульс будет более выраженным. И, конечно же, если в игру не вмешается какой-то дополнительный форс-мажор, связанный с дополнительной слабостью доллара, хотя доллар уже с лихвой, чрезмерно даже, можно сказать, отреагировал на слабые данные по АСМ, которые были опубликованы вчера. Что касается других важных отчетов, которые на повестке сегодняшней торговой сессии, в частности 11.30, как я уже отметил, ждем промпроизводства по Англии, смотрим за фактической цифрой. Если статистика снова хорошая, тогда у пары фунт-доллар будет возможность, чтобы добраться до отметки 1.3450. Но в целом уже нужно присматриваться к тому, чтобы распродавать фунт против доллара. В 17.00 ставка в Канаде, параллельно с выходом сопроводительного заявления. В 23.30 это запасы нефти США по версии IP. Ждем прироста и ждем, что торговая сессия среды будет все-таки закрыта с им кондиционным уклоном и, возможно, с движением бренда в район поддержки 47 долларов за баррель. Кодовое слово на сегодня. Производство величина бонуса 14%. Действует он, как и всегда, на пополнение до следующего брифинга, который состоится завтра в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Ну а на этом все. Как и всегда, желаю вам прибыльных сделок, попутного тренда и увидимся уже завтра. Всего доброго. До свидания.